Привет, девчонки! И сегодня я хотела для вас отснять видео о косметические продукты, которые я бы не купила, если бы я покупала их сейчас. Если бы я могла вернуться назад и вернуть все эти продукты, я бы их реально вернула бы. И, наверное, я начну с самого первого. В самом начале, когда я только начинала знакомиться с косметикой, и я услышала о девчонок о контурировании, о бронзировании лица, то я пошла и купила вот такие вот два бронзера от Essence, но это реально были бронзеры, это не пудра для контурирования. Вот этот вот, вы его, в принципе, знаете, Sun Club, матовый, пахнущий кокосом. Он очень уж рыжий, хоть я им и пользуюсь, как видите, но он такой бархатистый, используется быстро, но все равно я пользуюсь им не так часто. У меня не так часто бывает такой загар, чтобы я могла им попользоваться. Я еще купила для темной кожи, представьте, вот как он выглядит в моей коже. Я бы его не купила сейчас, но тогда у меня не было совершенно опыта, и, знаете, советы, которые давались девчонкам, девчонками, три года назад другим девчонкам, были вот такие же, что я пошла и это и купила. То есть, тоже не было ни у кого опыта, и все брали, о, бронзер, и теперь мы контурируем бронзером. Можно контурировать, если реально тон лица подходит для бронзера, а если не подходит, если ты слишком светлокожая, то это смотрится все очень искусственно и смешно. Тогда я этого не знала, я просто слушала, что другие говорят, и просто пыталась что-то себе подобрать. Второй, это тоже Sun Club, но он для светлой кожи, и, кстати, он сейчас на мне. Если кожа загорелая, то он очень неплохо смотрится, в принципе. Но вы знаете, мне вот этот новый от Essence нравится намного больше. Сейчас я вам его покажу. Вот этот мне нравится намного больше, чем вот этот. И если бы я вернулась назад, наверное, я бы его не купила бы все-таки, потому что, опять же, как сейчас, загорелая кожа, у меня не всегда такая загорелая кожа. Реально, наверное, неделю, недели две, три летом, и мне не всегда хочется сверкать. Он именно такой сверкающий, поэтому его бы я тоже не купила, если бы могла вернуться назад. Что бы я еще не купила? Я не купила бы вот эту палетку Shape Your Face, которая сейчас у меня находится в Project Penny. Если пудра идет более-менее, я не поняла ее как хайлайтер, потому что это просто была белая такая розоватая пудра. Румяна были слишком оранжевые, и такие они сверкучие. Не очень красиво смотрятся, но я пытаюсь как-то мешать. Ой, сложно с ними. И бронзер, он слишком темный, хотя здесь не написано вот именно, что это темный оттенок. И слишком рыжеватый. И нужно... Ну, короче, тон мне однозначно не очень подходит. Не знаю, может быть, в августе я еще более загорелая буду, и я смогу его потратить. А так, если вот до января его не истрачу, то я его просто выброшу, всю эту палетку. Следующее мое большое разочарование, это была вот такая вот лимитированная палетка Sleek в номере 450. Она у меня тоже в Project Penny. И если бы я знала, что она такая, какая она есть, я бы ее не купила. Ее заказывала через интернет. Она вот в таких оттеночках, и оттенки здесь мне не нравятся. Мне не нравится качество этих теней. Sleek может намного лучше делать свои палетки. Это не то качество, которое я от него ожидала. Но я не могла посвочить. У нас в магазинах на тот момент Sleek не продавали. Поэтому вот эта палетка тоже мое большое разочарование, и я бы не стала ее покупать. Следующее, наверное, по времени. Старческая палетка. Это вот такая палетка AW7. Ее я не разбирала, она осталась в оригинальной упаковке. Не потому что они плохие. Эта палетка совсем неплохая. Она называется Up in Smoke. И здесь именно такие оттенки для таких темных smokey eyes. Вы помните, еще лет, года 3-4 назад, такие оттенки были очень в моде, такой макияж, именно такой черный smokey eyes. И поэтому я тогда ее купила, но я так, я не знаю, несколько раз, может быть, я сделала макияж этой палеткой. И у меня оказалось так много оттенков вот таких вот темных, что просто до нее не доходят руки. А здесь реально такие серо-черные. Поэтому я не знаю, может быть, может быть, для следующего года это будет тоже новая палетка для Project Pen. Посмотрим. Возвращаясь назад, я бы также не купила. Я бы не купила 24 карата ньют. Вот эту палетку от Maybelline я не купила. Я просто сначала, я настолько была в восторге от палетки Заблажь Ньют. Она у меня очень хорошо идет. Я до сих пор ее пользуюсь периодически. То есть, знаете, это не из тех палеток, которые я купила. И попользовалась чуть-чуть и положила. Нет, я постоянно, у меня тянется к ней рука. Это реально моя палетка. Моя палетка вот на каждый день, когда я хочу сверкать, но в то же время выглядеть, ну, выглядеть более скромно, я не знаю. Потому что Catrice, они более спокойные оттенки у Catrice, у Essence тоже. А у Maybelline именно такие там довольно яркие оттенки. Я думала, что здесь будет та же самая история, что здесь будут очень классные оттенки, но качество, я считаю, что хуже, чем в той палетке. И безумно меня разочаровал немножечко вот этот золотой, потому что я в рекламе от Maybelline, когда показывался макияж этой палеткой, этот золотой был таким сверкучим, таким ярким. Ну, конечно, это были спецэффекты, и он совсем не оказался таким ярким. И вот этот бордовый, я тоже думала, что он будет такой же, как в палетке, оказался он уже совсем другим на веки. Здесь есть красивый коричневый, здесь есть красивые оттенки, но из того, что, может быть, я была немного разочарована, у меня рука к ней тоже не очень тянется, поэтому, возможно, тоже кандидат для Project Pen'а на следующий год. Вот еще одна палетка, но я думаю, вы не удивитесь, если я ее покажу. Это Зоева Love with a Story. И тоже мы с вами поделали макияжи, я еще тоже пару раз ею попользовалась, и я ее отложила, и начала пользоваться другими палетками. Палетками Essence в основном, палетками Sleek, другими, короче, палетками Makeup Revolution. Хотя здесь есть классные оттенки, которые запросто можно было бы использовать, но я была немножечко разочарована. У меня есть обзор на эту палетку, вы можете его посмотреть, можете посмотреть макияжи с этой палеткой, но если бы я могла вернуться назад и ее не заказывать, я бы ее не заказала. Еще одна палетка, две палетки, которые я вам сразу покажу. У меня, к сожалению, не было ни обзора на них, ни макияжа с ними, потому что моя камера, скорее всего, не будет передавать оттенки. Она не такая, моя камера не настолько чувствительная, она далеко не все оттенки передает. Вот такие две палетки от Revlon, которые я купила в Tecomaxe. По-моему, их сняли с производства, их уже нельзя купить. И они, в принципе, классные, для каждого дня они очень неплохие. Вот это вот Not Just Nudes, так, это тоже Not Just Use, короче, вот это Passionate Nudes, это в теплых оттенках, а вот это Romantic Nudes, это более холодные оттенки. Но также я попользовалась каждые пару раз, где-то 3-4 раза. Осенью неплохо вроде пользовалась, и потом как-то переключилась на другие. Тоже нужно будет этой осенью опять взять ими пользоваться больше. Но если бы я могла вернуться и их не покупать, то я бы их не купила. Еще одна палетка. И я собиралась уже давно отснять с ней видео, но у меня, опять же-таки, появляются палетки, которые мне более интересны, как-то больше нравятся. И эта палетка, это Too Faced, оригинальная палетка Cat Eyes. Я ее купила, опять же, в Tecomaxe. Там тоже была какая-то цена 50% на нее было. У Too Faced ее уже нет, ее сняли с производства. Поэтому я очень хотела ее попробовать. Но это такие оттенки, которые я бы, наверное, знаете, без скидки однозначно бы не купила. Хотя здесь очень хорошо пигментированные матовые оттенки. Но я попыталась один раз сделать макияж с ней, и это был провал, потому что они были очень пигментированные, и мне было сложно растушевать эти тени. И я настолько распсиховалась, что я просто взяла, стерла этот весь макияж, и больше не касалась ее. Но, возможно, вот на видео у меня обычно получаются макияжи, и мы ее с вами попробуем. Тем более, что у меня есть тоже палетка с Алиэкспресс. Хотела вам ее показать. И, возможно, я где-то полтора года назад ее и показывала в каком-то из влогов. И там тоже очень неплохое качество. Еще одна вещица, которую я бы не купила. Они... Это румяна от Manhattan. Здесь 5 грамм. Это отличного качества румяна. И у меня есть... Как же называется? Fresh Peach называется оттенок. Это шикарный оттенок. Это мои первые румяна. Я с ними угадала, и я их обожаю. Я решила прикупить в запас, и я ошиблась с оттенком. То есть он, скорее всего, лежал там, где Fresh Peach лежал оттенок. Я взяла этот и не перепроверила, и купила их, и пришла домой. Возможно, я чек уже тоже выбросила, и я не смогла вернуть. Попробовала. Темноват. Немножечко он не темноват, но, возможно, можно будет как бронзером пользоваться. Или сейчас, возможно, можно было бы пользоваться, потому что кожа немного более загорелая. Ну да, ошиблась, просто ошиблась с оттенком. Жалко. Жалко. Еще, чтобы я не купила. Еще, знаете, я с тенюхами, наверное, закончу, и осталось еще тогда два продукта. Velvet Matte. Вот такая вот была, если помните, коллекция от Catrice. Матовые тени. Знаете, очень хорошо пигментированные тени. Мне они очень нравятся, но мне таким цветом редко хочется пользоваться. Правда. То есть, если вы присмотритесь, я им часто пользовалась, но недостаточно часто. Короче, с одной стороны, я не жалею, но если бы я могла вернуться и не покупать эти тени, то, скорее всего, бы я их не купила. И моя новинка, которая, в принципе, просто классная, но я хотела другую палетку, я реально ошиблась. Это от Makeup Revolution. Палетка Reloaded. Это Neutrals 2. А я хотела Neutrals 3. И я сначала ее заказала, уже оплатила заказ, и потом я уже ничего поделать не могла. И теперь у меня две палетки, две палетки в похожих оттенках. Но я еще собиралась макияжи с ней снимать, так что, в принципе, ну ладно, пусть будет, просто сейчас у меня получается, что очень много палеток в таких красноватых оттенках. И, да, придется пользоваться. Вот так. Но если бы я могла не совершать эту ошибку, я бы ее не совершила. Следующее. Это тональная основа от Petswai. На нее была скидка. Я решила, куплю я. Летом обязательно загорю и буду носить слишком темная тональная основа. И поэтому я ее... Пыталась я ее разбавлять. Она у меня в Project Penny. Ищу капельки, которые я бы могла купить в магазине, чтобы разбавлять ее лучше, чтобы она была светлой. Пока с переменным успехом. Но если вот до конца года я ее не использую, я ее выброшу, потому что она уже старовата. И хоть у меня никаких аллергий, ничего такого нету, но все-таки совсем старые тональные основы я не хотела бы их дальше продолжать сохранять, только чтобы дотратить. И последнее, последний продукт, который я бы не стала покупать, если бы я могла вернуться назад, это вот такой хайлайтер в стике. Это холодный хайлайтер в стике в розовом оттенке. Он у меня в Project Penny. Я вам часто его показываю. Он просто очень холодный. И все-таки я люблю сухие хайлайтеры. Я не люблю такие кремовые хайлайтеры. Мне нравился So Glow, но он все равно в пудровый превращается. То есть он не кремовый, а вот этот кремовый. Короче, попробовала я. Это было одно время модно. Попробовала и больше я такой покупать не буду. Вот, в принципе, это и все. Такое вот видео. Может быть, вам было тоже любопытно посмотреть. Все мы делаем ошибки, все мы ошибаемся иногда. И если бы можно было вернуть косметику, которую мы покупаем только потому, что дешево, распродажи или раньше я очень часто покупала косметику, потому что я не знала свое лицо, я не знала, не была знакома с оттенками косметики, какие бывают. И видео, которые я смотрела на YouTube, они тоже не очень сильно помогали. И мне нужно было сделать кое-где свой собственный опыт, набить шишки, чтобы познакомиться с собой. Сейчас у меня вот реально бывают такие... Ошибаюсь исключительно, если через интернет покупаю. если покупаю за последние два года то, что я не покупала, то, что я могла посвочить, я реально не ошибалась. Я все покупала и в моем оттенке, и мне очень нравилось, и мне очень подошло. А вот так вот бывает. Вот теперь вот пытаюсь потратить это все. Всем хорошего дня и до следующего видео. До свидания, девчонки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok